Агрария Сладкая пора. У пчеловодов наступил медовый месяц. Минсельхоз подводит итоги взаимопроверок животноводческих сельхозпредприятий. Во всех муниципалитетах инспекторы оценивали готовность помещений к зимовке скота, качество и количество кормов и уровень племенной работы. Системные достижения и недочеты отрасли оказались в центре внимания и у главы аграрного ведомства Виктора Альтергота, который посетил фермы нескольких районов. Первый объект – колхоз имени Куйбышева Кенельского района. Здесь уже давно шагают в ногу со временем и получают неплохие надои. Заложена основа искусственного осеменения, обновлен молокопровод, установленный танки-охладители. Есть и собственная лаборатория для оценки качества молока. Есть подвижки и в системе заготовки кормов. Вместо советских траншей сенаж с силосом теперь закладывают специальные рукава. Травяной ассорте лучше сохраняет свои питательные качества, его и раздавать буренкам проще. Хочу сказать, что качество, конечно, намного даже лучше, чем в облицовочной супер-траншей с закладкой в трое суток, в двое суток. Здесь практически никакого нет контакта с воздухом. Сразу, значит, она заходит с консервантом. В бактерии мгновенно кислород потребляют, и получается, что там нет кислорода, и все, есть и такие консерванты. Но они подороже, чем эти консерванты. Ну, на продуктивность это, конечно же, по сравнению с облицовочной, на 30% можно смело сказать, что здесь выше. Коснулись и проблем. Первое касается качества воды. В здешней слишком много железа, а на очистку собственных средств не хватает. Вторую – дефицит кадров. Казалось бы, перманентную проблему колхоз все же решил. Сам пошел за специалистами в сельхозакадемию, предложил вакансии для молодой команды. Те заинтересовались, а государство еще и подъемными помогло. Заплатили подъемные 69, и ежемесячные у нас по 23 тысячи выходят. Плюс еще от колхоза минимальная зарплата. Вообще, вот сейчас для молодого специалиста такая поддержка – это действительно серьезная опора? Или как? Ну, неплохая тогда опора. Еще бы жилье было вообще бы хорошо. Еще одна проблема в виде архаизма – старенькие помещения, ежегодно требующие ремонта. Например, в этом телятнике постоянно скапливалась жижа. Молодняк не добирал нужных килограммов, часто болел. Но уже этой зимой в здании будет комфорт. Там два транспортера выкидные. Навоз будет убираться два раза в день, чтобы было сухо под ногами. Молочную ферму «Нота» из Кенечеркасского района с колхозом не сравнить. Как говорится, земля и небо. Солидные инвестиции тут вложены в грамотный подход. Закуплен элитный скот, с нуля построены комфортные помещения, поставлено современное зарубежное и отечественное доильное оборудование. Есть даже собственный мини-комбикормовый завод. Господдержка такие мега-начинания не обошла стороной. Предприятие получило солидный пакет субсидий – 11 миллионов рублей. А в перспективе должны окупиться все затраты. Ферма мечтает стать плем-репродуктором. А мы стремимся к тому, чтобы поголовье увеличить до 1000 дойного, соответственно, со шлейфом до 3,5 тысяч. Соответственно, нам нужна серьезная кормовая база. Поэтому мы в любом случае без этих элементов просто невозможно сделать. Строительство новых молочных ферм – модный тренд. Однако нельзя забывать и о ветеранах. В области порядка 30 предприятий, выживших после 90-х и сохранивших свой потенциал. Главный их минус – нехватка оборотных средств на реконструкцию. Например, сельхозкооперативу имени Калягина удалось положить и новую крышу в здание для буренок, в родилке и доильном зале полностью заменить полы. Но на ремонт еще одного коровника финансов уже не хватило. Новые мега-фермы мы строим, но нужно дать, как говорится, зеленую улицу, дать право реконструкцию проводить еще. И нам тоже. У нас, допустим, помещения есть, они современным требованиям не удовлетворяют, но реконструкция поможет нам все это сделать. Вот эта мысль моя и хотела довести до министра, что нам тоже нужно уделять внимание. Проблему должна решить новая областная программа. Молочные хозяйства, сохранившие свой потенциал, получат адресную господдержку из областного бюджета на переоснащение и наращивание оборотов производства. По поручению Николая Ивановича Меркушкина, нашего губернатора, мы разрабатываем ряд подпрограмм. Это из 100 молочных ферм, которые необходимо реконструировать. Те брошенные здания, которые есть у нас еще стоят, их надо привести в порядок, чтобы не было того плачевного вида, который они создают. Люди работают и делают очень много, но до тех пор, пока вот эти вот остовы, клюшки будут стоять, впечатление о селе останется таким же, каким оно было 10-15 лет назад. И второе, что мне хотелось сказать, вот эта программа, она самое главное, увеличивает финансирование по именно производственным направлениям, это и по растеневодству. Увеличиваться будет несвязанная поддержка на 1 гектар, увеличиваться будет субсидии на производство молока, поддержка молодых специалистов. Программа стартует со следующего года. По ее условиям, поддержку на реконструкцию получат порядка 100 хозяйств области. Почти две недели простоя и тревоги за урожай. Областные аграрии вступили в страду после долгого перерыва. Комбайны в поля не пускали дожди, которые пришлись уже совсем не ко двору. Волнение за качество хлеба у сельчан было действительно нешуточное. Зерно озимых в отдельных местах проросло на корню и из продовольственного превратилось в фуражное. Теперь оно пойдет на корм скоту, а не на выпечку. Яровым же дождь не помог слишком поздно. Как пример, этот ячмень, посеянный в одном из хозяйств Красноярского района. Худосочный колос, жухлое зерно, а вокруг один сорняк, вымахавший после обильной влагозарядки. В общем, без слез не взглянешь. Да и серьезные затраты пошли на смарку. Предприятие внесло средства защиты и подкормило посевы удобрениями. Можно было бы смело хвататься за кроволол, так, к счастью, выручили озимые. На них и сделают ставку в следующем году, сократив площади под яровыми. В данный момент убираем ячмень. Где-то в районе 7-8 центнеров гектара, не больше. Дождей здесь у нас вообще не было. Вот сейчас что было последнего, но они никакого результата не получили. Только одна трава появилась. Хотя мы работаем гербицидами, гербицидами. А вот на этих полях Кенельского района комбайнером трудится отрадно. Пшеничка с символичным названием сорта «Кенельская отрада» восторгает тучным колосом, правда, изрядно посеревшим от дождей. За счет этого то, что более молодая репродукция, более сильный сорт, из-за этого майскую жару моя пшеница выдержала. В течение вегетации она была обработана гербицидом. И также против инсектицидами было, против насекомых обработано. Но эти дожди, где-то недель назад она еще была не такая зрелая, а дожди августовские, они дали созреть, и цвет пшеницы посерел наоборот. Но зато более созревание пошло быстрее пшеницы. Агрономы инспектировали посевы ежедневно, беспокоились за качество хлеба. К счастью, пшеница подтвердила свой продовольственный класс. Ее можно спокойно отправлять на мельницу и дальше в печь. Да и урожайностью районированный сорт балует за 20 центнеров с гектара. Вот механизаторы и соревнуются, кто больше намолотит. Сколько намолотил, столько и заработал. Простоял, значит, ничего не заработал. Большеглушицкий район. Здешний фермер Алексей Ракитин завершает уборку пшеницы. Дожди, говорит, репутацию зерну не подмочили, зато внесли смуту в агротехнологические сроки. В степной местности конец июля, начало августа, самое время готовить землю под урожай следующего года. А тут в яровых еще конь не валялся. Но, как говорится, нет худа без добра. Заряженная влагой почва станет идеальной основой для роста озимых. Ну, тем не менее, яровые, вот сейчас убираем пшеницу, яровая, ну, где-то центров 15 есть. В принципе, для наших, как бы, для нашего края это, ну, нормально, я думаю. Обычно всегда засуха. Ну, а дожди, в принципе, они уже, наверное, помогли все-таки больше попали. Вот на поздние культуры просок, кукуруза, там, подсолнечник. А зимой сейчас сеем. То есть, влага сейчас как раз вот для этого дела нужна. Ну, маленьких, яровых, конечно, припоздали дожди. Суета на полях недавно дополнилась новыми заботами. Более 10 лет Ракитин снабжал кормами подворья многих сел района. Те, в свою очередь, делали хозяйство Аллы-Верды. Обеспечили у работников свежим мясом. Но фермер недавно решил, с бартером завязываем. Будем сами разливать животноводство. Приехавшие новобранцы, 22 представительницы калмыцкой породы, на новом месте прижились и готовы принести потомство. Алексей такой демографический всплеск поддерживает и обещает свое любительское начинание перевести на профессиональный уровень. Люди, во-первых, потому что сейчас растеневодство, допустим, летом, как говорят, закончилась работа, зимой тоже заняты где-то что-то, как-то, какие-то работы там. А потом, конечно, если будем наращивать, значит, где-то придется, конечно, и службы технические, то есть прибегать кого-то, принимать на работу. Ну, ветврач, мы работаем, светолечебница работаем, то есть есть же у нас в каждом районе, вот они прививки все это делают. Ну, ветврача какие-то вопросы, то есть обращаемся, так же помогают. Но вернемся к уборке. По данным Минсельхоза, сейчас в области убрано 70% площадей. Намолочено уже более миллиона тонн зерна. Завершить хлебную страду аграрии планируют к началу сентября. В этих ульях хранится главное богатство тысяч пчелок. Над ним они карпели, не покладая своих крылышек, совершая многокилометровые рейсы. И отдавать свое янтарное золото просто так, полосатые труженицы явно не намерены. Подступы к сокровищам охраняет целый отряд стражников, готовых в любую секунду выпустить свои ядовитые жала в агрессора. А гнев их и впрямь праведный, ведь это собранный в их житнице хлеб, который должен продлить благополучие всей семьи до следующей весны. А мы изымаем только излишки. Шуткой обрисовывает философию своего хобби Сергей Горлатов. Хотя пчеловод он аж в пятом поколении, и про многогранный мир полосатых тружениц знает не понаслышке. Но ежедневно удивляется их неуевному трудоголизму. Идут на работу, здесь уже нет такого пустая ничего. Вот она пришла с обножкой, пыльцу принесла и с нектаром. Ее встречают даже другие пчелки, которые забирают у нее нектар на входе. Порой они сами складывают. А здесь вот стоит пыльцовый ловитель. Это уже как бы у нас дополнительный доход. Когда медовые улья отобраны на пасеке, процесс перемещается на приусадебный участок. Здесь насущный хлеб для пчел превращается в самый полезный продукт для людей. Хотя в этом году была опасность остаться без меда. Дождей не было почти два месяца, и растения почти не выделяли нектар. Весь летний сезон погода вдавала нам такие сюрпризы, что мы думали, что уже как бы в этом году останемся без меда. Хотя и развитие неплохое было, и нарастили мы пчелы неплохо. Сделали отводочки хорошие. А взяток в основном начался вот после этих вот обильных дождей. Качка меда у горлатого производится на самом современном оборудовании. После среза забруса, это то, чем запечатываются соты, рамочки помещаются в огромную центрифугу. Дальше дело техники. Задаются скорость и время откачивания. Если мед только что с пасеки, горячий, уйдет три минуты. Если уже остыл, до десяти минут. Процесс медогонки еще и полезен. Дышишь, как на ингаляции. И вот кульминация. Янтарное богатство, переливаясь блеском луговых трав, переливается в тару. Пока мед светлый и жидкий, но скоро сядет, загустеет и помутнеет. Эту пору, этот месяц мы ждем с нетерпением целый год. Мы с такой радостью работаем от зари до заката. Мы знаем, что это такое богоугодное дело. Что та продукция, которую мы производим, это мед, перга, пыльца, прополис, сабрус. Он принесет как можно большему числу людей пользу. Кстати, этот пчеловодческий сезон для Сергея и Ольги юбилейный. В этом году супруги отмечают 35-й медовый месяц. События, естественно, провели на пасеке рядом со своими пчелками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!